Предварительные итоги диспансеризации и реабилитации подвели на заседание экспертного совета, которое состоялось в Твери. Напомним, что речь идет о федеральной программе, рассчитанной на население отдаленных районах во всех субъектов России, в том числе и в нашей Тверской области. Уже давно не секрет, что инфицирование коронавирусом просто так не проходит. Даже те, кто переболел легко, через какое-то время могут столкнуться с последствиями. Поэтому президент Владимир Путин принял решение о проведении массовой диспансеризации. Тверская область среди тех регионов, которые сразу же начали конкретную работу. У нас выступил с инициативой Владимир Васильев по реабилитации пациентов нашего Тверского края. Губернатор поручил создать все меры по прохождению углубленной диспансеризации даже в самых удаленных районах Тверской области. В Тверской области были созданы мобильные бригады медиков. В каждой по наиболее востребованному в глубинке специалисту. Это кардиолог, невролог, эндокринолог. Они уже объехали 13 районов Верхней Волжи, где провели обследование пациентов, переболевших ковидом. На местах, кстати, хорошо подготовились к визитам тверских специалистов. Пациентов подготовили и кабинеты, и оборудование. И была налажена система помощи именно к нам, чтобы мы более эффективно просили пациентов и осмотрели. Минимальные сроки, максимальное количество, и всем помогли. В результате проведенных обследований в Торжке 6 пациентов были направлены на плановые операции. Три человека госпитализированы в стационары областного центра для проведения экстренных операций. В Нелидве 10 человек, в Конакове один. Положительно предварительные итоги этих выездов оценивают и в консультативной поликлинике ОКБ. К ним уже стали прибывать жители районов, направленные по результатам диспансеризации. Одни только плюсы. То есть те пациенты, которые приезжали конкретно по направлению, или по рекомендациям специалистов, которые выезжали в составе мобильных бригад, естественно, это было уже до какой-то степени они были уже осмотрены. И было принято решение на местах, что конкретно им требуется уже консультация до обследования. По мнению советника президента России Владимира Васильева, нужно и дальше активно использовать потенциал выездных мобильных групп тверских медиков в районной области. Увеличение объемов такой диспансеризации, а также борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями позволит увеличить среднюю продолжительность жизни жителей Верхней Волжья. Поэтому будут предприняты дальше все необходимые меры для того, чтобы реабилитация была максимально эффективной и доступной. Самое главное, реабилитация не только для пациентов, которые принесли ковид. Реабилитацию у нас требуют и пациенты, которые принесли различные сердечно-сосудистые заболевания. Наряду с мерами по постковидной диспансеризации и реабилитации, в Тверской области организованы выездные площадки врачей из столичного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Проект реализуется по инициативе правительства нашего региона. По результатам таких выездов жители Верхней Волжья при необходимости могут пройти бесплатное дообследование в федеральной клинике.